Раз-два. Друзья, я надеюсь меня слышно. Кто уже подсоединился к трансляции, отметим плюсиком в порядке звук или нет. Ладно, пока отметите, я хочу рассказать, во-первых, моя небритость легкая. Это не потому, что я хотел выглядеть как Дед Мороз, а потому что я хочу опозреть одну штуку. Сейчас покажу. И отращивал неделю бороду, теперь буду ее брить сегодня после трансляции. И сразу сейчас покажу, какая интересная штука. Я ее уложил где-то, а вот она. В общем, вот такая вот штука. Это бритва походная в виде типа визитки. Вот такая она тонкая. Есть зеркальце, есть два станочка. И вот такая вот штука, куда вставляется этот станочек. И я хочу побриться. Мне уже реально неприятно ходить с этой бородой, с щетиной. Но вчера не успел, не смог сделать ее. И решил, что сегодня уже все-таки сделаю. Сразу после трансляции займусь записью видео, испытанием этой бритвы. Вот. По поводу... Сейчас у нас... Эта трансляция у нас проходит на втором моем канале. Скорее всего, он будет у нас как лайф. Я его... То есть, если хотите, можете подписаться на него. Даже если не хотите, подписывайтесь. Потому что я думаю, что-то здесь тоже будет. Он у меня зарегистрирован, потому что в прошлом розыгрыше я рассказывал. Я проводил конкурс на канале Пиранья Дайвинг, друга моего. Потому что у меня заблокировали возможность транслировать, проводить трансляции. Я получил на основном канале Страйк. И знаете, за что? За видео, как убрать советник Яндекса. Вот так получил Страйк за то, что научил людей, как отключить советник Яндекса. Который у многих там как срач, как вылазит потом в браузере. Потом не отключить. Вот. И я нашел как бы решение. Записал видео и получил за него Страйк. Я подал апелляцию. И в апелляции было сказано, что мои как бы действия, то есть в видео, могут привести к нарушению работы компьютера пользователей. То есть если кто-то инструкцией воспользуется. Я так понимаю, мне нужно было там добавить на свой страх и риск или что-нибудь такое. И тогда, то есть видео не забанили, не удалили ничего. Но Страйк оставили, как бы вот. Я его вскрыл сейчас, потому что оно там не сильно просматривано. В плохом качестве было снято. Таких видео миллион реально на Ютубе. Вот. И после меня. Но тем не менее, я получил Страйк. Он будет действовать до 29 января. Поэтому там я не могу проводить трансляции. Создал отдельный канал. И на нем сейчас мы будем это все транслировать. Вот. Это сказал, это сказал. Видосов тоже будет туйма. Сейчас работаю над Осмо Пакет у меня. Пришел телевизор Xiaomi. Второй уже международный. Который на розетке покупался за 474,750. Хочу их посмотреть, в чем разница между китайской версией, которая у матери моей стоит, и этой версией. Плюс еще много-много распаковок. Там пришло товаров. Хоча очень. И это все будет. Собрались мы здесь. Почему? Потому что у нас конкурс совместно с магазином GearBest. Я решил его провести в этом году после Нового года. Как бы сделать приятно людям уже в Новом году. Мы сейчас разыграем призы совместные с магазином GearBest. Скорее всего, нужно будет нам почта. То есть от победителя. Мне нужно будет название почты, под которой зарегистрированы в магазине GearBest. И GearBest сделает купон, чтобы этот товар вы смогли купить за один цент. То есть, скорее всего, такая процедура будет. Либо, ну, я как бы договаривался о такой процедуре. Ну, возможно, просто дать почту. Они отправят по почте. Либо сделают... Ну, либо нужно будет адрес. Ну, 90%, 99%, что нужно будет просто почта. И они сделают купон. И вы этот товар вы купите за один цент. То есть, конкретно то, что вы победили, сможете купить за один цент. Вот. Поэтому сказал. Второй розыгрыш у нас будет на колонку Huawei Honor. Была у нас в обзоре. И мы тоже выберем победителя сегодня. И есть у нас еще третий конкурс, где нужно выбрать... Вот сейчас я покажу видео. Так. Это у нас... Это... Вот у нас видео. 31 посылка мега распаковка. В нем нужно набрать 30... Ой, 250 лайков. Давайте посмотрим, сколько сейчас. То есть, пока еще... Видео не набрало нужное количество лайков. То есть, и поэтому мы его не будем... Фотографии, где не видно, есть ли стержень. А внизу черными буквами на белой фотографии написано, что стержня нет. Как бы и не обманул, но было очень неприятно. В общем, браслет вот такой вот. Качество классное. Это покупалось на GD. Я изначально их покупал по одному доллару, а потом были по 39 центов. Я взял еще несколько. Вот так это выглядит на руке. Давайте разыграем этот браслет. То есть, под этим видео оставляйте комментарии, кто наберет наибольшее количество лайков в комментариях. То есть, отмечайте понравившиеся вам комментарии. И этот человек с наибольшим количеством лайков получит по умолчанию этот браслет, как только это видео наберет 200 лайков. Поэтому ставим лайк, делаем комментарий. И если вы за ваш комментарий проголосовали, вы получите вот такой вот браслет. Их я заказал несколько... Не справляется. Видите, почему-то все было нормально, работало-работало, тут не справляется. Вот, Макс Виннер. Сейчас 3 лайка. Это максимум, который на данный момент есть. Это подтендент у нас на... На получение вот такого вот ремешка. Так, ну, давайте смотреть. 13.29. То есть, я думаю, что уже пора, наверное, приступать к розыгрышу. О, Макс Виннер, привет! Я только что тебя вспоминал. Вот. 12 человек смотрит и... Вот, 10 уже человек. Два человека решило, что это все бред. 9 человек. Ну, ладно. Тем не менее, как быть, нам для розыгрыша, в принципе, особо много ничего не надо. То есть, 13.30, как и обещал, начинаем, стартуем. Проведем розыгрыш. Я хотел его изначально для Нового года провести, но потом у меня там непредвиденные обстоятельства возникли, и там ребенок приболел, и поэтому решил уже после Нового года. Поэтому сейчас будем разыгрывать. Итак, смотрим. Для участия в конкурсе необходимо оставить отзыв о канале и магазине Gearbest в своей социальной сети Facebook или ВКонтакте. Отзыв должен начинаться с фразы. Так, ссылка на отзыв необходимо зарегистрировать в форме. Страница не должна быть скрыта, чтобы я мог посмотреть, что этот отзыв есть. Все это загносится в вот такую вот форму. Давайте посмотрим. То есть, призов у нас 5. Давайте посмотрим, какие. Это TV-Box AlphaWise, Xiaomi Huangmi камера, Mi Band 3. Кто-то просил недавно в видосах, что давайте проголосуем. А, по-моему, Макс Виннер и просил, что давайте Mi Band 3 разыграем. Вот шанс, если участвовал, можно получить. Вот, карта памяти кто-то из канала просил в чатике у нас. Добавили AlphaWise. И набор, это типа GoCom и, наверное, какой-то закос под Xiaomi. Набор отверток недорогой. Вот. Начнем давайте с набора отверток. Вот давайте мы его... А, ну, я уже в табличку здесь подготовил для того, чтобы записать победителей. Вот. Смотрим, где у нас тут наша форма. Всего 33 участников приняли участие. То есть, 33 на 5. Ну, в общем, большие шансы победить. То есть, этого не 100, не 200 человек участников. Итак, смотрим. Кто-то отзывы прямо сюда, сейчас загрузится таблица. Посмотрим. Начинается у нас со второй. Выбирать победителей будем по очереди. То есть, ну, сейчас немного, поэтому по очереди выберем. И с помощью сервиса Random.org. Больше заявки не принимается. То есть, вот последний зарегистрированный был сегодня в 4.29. Вот. Итак, 34. От 2 до 34. С обратного порядка, чтобы выдержать интригу, соответственно, будем в обратном порядке выбирать людей. Вначале будет у нас... Давайте вот так немножко опущу. Вначале будут у нас с последней позиции. Да, то есть, сейчас разыгрываем Screwdriver Set. В общем, отвертки, набор отверток. Так, 2 до 34. Первый номер 33. Во, как получилось. Интересно. Так, 33. Смотрим. 33 у нас кто? 33. Открываем. Здесь. Алекс Фёдоров. Привет. Илья Русак. Вот такой вот отзыв. Спасибо. Кстати, условия можно было написать все, что хотите. Можно было и плохой отзыв заставить. Вот, главное, чтобы был отзыв. Отзыв есть. Давайте посмотрим на Лью. Вот такая вот красота. Илья, тебе привет. Поздравляю. Ты выиграл. У нас отверточки. Давай я твою прям сеть запишу. И я напишу, после трансляции, я уже напишу каждому лично. И с просьбой выслать мне почту, на которую вы зарегистрированы в Гербете. И дальше можно будет поддерживать ВКонтакте, если что. Или там в Фейсбуке, в какой сети можно будет поддерживать ВКонтакте, если у вас есть вопросы. Ну и, в принципе, в Телеграм-чате China Goodbye чат. Я постоянно бываю, поэтому можно и там общаться. В общем, первого победителя мы нашли. Кстати, вот он ваш вверху, в самом отзыве. Ну, спасибо. Так, поехали дальше. Далее. Далее у нас Alphalise карточка на 128 гигабайт. И давайте мы ее посмотрим. Так, следующий. Чпок. 28. Проверяем. В Фейсбуке у нас запись. Фейсбук у нас открывается и здесь. У нас заблокирован ВКонтакте, поэтому мы его открываем через EPN. А тут я у нас не зашел. Ну, тут я даже в учетку не зашел. Она запустит меня, нет? Я могу такой пароль забыть. Да, старый пароль. А, ну попробуем. Ладно, я не буду сбрасывать. Посмотрим, так должно пускать. Отзыв есть. Все в порядке. Страница отсутствует. А ну, секунду, я попробую, может, у меня здесь Фейсбук открыт. Тут тоже не открыт. Секунду. Проверю. Вот так пустило. Давайте еще раз проверим. Вот так пустило. У меня вообще с ума сходит. Ладно, давайте откроем, посмотрим. Секунду. Есть вот отзыв. Все в порядке. Он открыт. Все отлично. Так. Записываем прям его страничку. Я скопирую. У нас победил... Паул Тайсон. Я так понимаю, наверное, Павел. Ну, в любом случае, неважно какое имя. Победил. Поздравляю. Поехали дальше. Дальше. Сяоми Mi Band 3. Так. 33. 33 у нас вроде уже был. Правильно? Давайте я их забыл поотмечать. Так. 28. Был. 33 не было, да? Так. Был 34. 33 не было. Давайте проверим. А нет, был как раз 33, значит, мне 34. Так. Первый получил у нас QR драйвер. Все. Так. 33 был. Значит, давайте дальше пошли. Два. Номер два. Это у нас Mi Band номер два. Первый у нас самый. Сергей Сафрыгин. Поздравляю тебя. Ты Mi Band получаешь. Победитель. Есть у нас все. Отлично. Молодец. Поздравляю. Так. Запишу себе. Отметим, что ты уже поучаствовал. Далее. Далее. Что у нас далее? Далее, далее, далее. Так. Надо посмотреть. Далее у нас камера Xiaomi на 720p. Smart. Smart камера. Кто же ее получит? Погнали. 19. 19 номер. 19. Тоже ВКонтактике. Смотрим. Ого, сколько написал. Красавчик. Виталий Ку. Виталий Ку. Молодец. Еще и закрепил запись. Вообще красавчик. Молодец, Виталий. Поздравляю тебя. Все. Я с тобой свяжусь после. Давай мы тебя запишем. Все у тебя есть. Условия все выполнены. И последнее. Главный приз. Это TV Box. AlphaWise. Так. Где я тут уже запутался? Вот. 22. 22 не было еще. Так. Мы Виталия выделим. И пойдем проверять. 22. 22. Проверяем. Тоже ВКонтакте. В Facebook только один был. А остальные все ВКонтакте. Анатолий Гапанюк. Поздравляю тебя. Ты выиграл TV Box. Напишу тебе чуть позже. Давай посмотрим. Вот. И у всех сверху все в закрепе даже. Все отлично. Спасибо, ребят, за участие ваше. Я вот записал вас. И сразу после трансляции я вам всем напишу. Попрошу прислать мне контакт. Куда отправить. Кстати, я еще попрошу. Когда получите призы, вы там тоже можете отписаться. Либо мне в личку, или куда-нибудь. Или можно в ВКонтакте, допустим, написать отзыв. Там какой-нибудь, что вы получили, что все в порядке. Я это выложу людям, чтобы было честно. Ну, в принципе, я все честно. Комкурсы проводил. Есть доказательства. Есть люди, которые отзывы писали. Я бы столько людей не набрал. Поэтому, я думаю, тут вопросов ко мне нет. Для того, чтобы все честно всегда проводится. Вот. Дальше. Давайте дальше пройдем. Вот. Не будем долго тянуть рога за хвост. Так. Чивала за хвост. Так. Закрываем. Этих я все записал. Записал. Все ссылочки записал. Чтобы потом не пересматривать. И вот здесь отмечаем. Так. 5 призов, 5 победителей. Все есть. У нас номера 2. 22, 28, 33 и 19. Всех поздравляю. Все отлично. Никто ничего не пишет. Ну, в принципе, давайте к последнему этапу пройдем. У нас видосик, где колоночка... Так, колоночка, 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 это у нас за лайки. А у нас вот этот вот видосик, в котором нужно определить победителя колонки Honor. Так, смотрим. Я проверяю комментарии, чтобы на всякий случай проверяем. Может быть, кто-то добавил, пока мы там разговаривали. Вот. Что нету свежих комментариев, чтобы все они там были у нас в наличии. Вот. В принципе, все есть. Давайте видос. Так, откроем. Ну, ничем не пахнет, кстати. И вот я вот поодевал. И вроде бы привык сразу, то есть лицо сразу привыкло к нему. Ну, мягкое оно. Кстати, даже борода пробивается. Если хотите, что-то написать, я смотрю, там в телеграм пишите. Мне удобнее под видео справа, если вы пишете, пишите сюда, чтобы я увидел, если у вас есть какой-то вопрос. Вот. Итак, вот этот розыгрыш. Тут смысл в чем был в начале розыгрыша? Просто поставить лайк, да? Давайте поставить... Ценные призы. Помимо этого в этом... Потому что у нас там несколько розыгрышов, что все... Памяти не запомнили. Подписаться на канал, если не подписаны. Поставить лайк, видосику. Оставить любой комментарий. 10 января определяем победителя. Определять победителя будем через... Так, копируем. Был через вот эту вот систему. Давай, перезагрузим ее. Быстро и эффективно. Так, что-то надо подождать. Не помню. Если бы чаще розыгрыши проводились, лучше бы понимал, что и когда... О, кстати, смотрите, на заднем фоне трансляция наша идет. Ну, это прикольно вообще, класс. Ну, все, погнали. А, нет, это видеоролик. Я раньше не замечал этого момента. Так, что-то он грузится. Наверное, лишние откладки позакрываем. Что-то он не хочет наш. Он, наверное, прогружался еще. В общем, не повезет. Для работы нужна YouTube авторизация. Что это значит? А, вот. Давайте авторизируемся. Попробуем еще раз. Про дайвинг, кстати, канал наш дружественный. Там должны скоро быть видосики. Должны мы записать еще пару видосиков. И у друга есть видео, которое там из последних плавалок, его подводных приключений. Мы тоже там будем новое освежать немножко. Итак, ссылочка та же. Давайте проверим. Да, та же ссылочка. Авторизацию мы прошли. И можно вроде нажимать. Вообще капец. Кто знает, какой-нибудь сервис для выбора... Или просто надо добавить туда ссылку. Или каким сервисом еще можно выбрать из YouTube? Я просто не проверял. Думал, это все тут работает. Итак. Кто знает сервис из телеги? Может, кто-то подскажет телеги? Чтоб сейчас в YouTube выбрать. Не затягивать долго. Если сейчас добавлю, интересно будет? Сработает или нет? Или надо было сразу добавить перец? С самого начала видео. Я как бы такого еще не проводил вроде. Вся ОМИ. Спасибо. И это тоже хорошего дня. Успехов. Так. Сохранили мы здесь вроде все. Давайте попробуем. Может, получится еще разок. А, надо же видео. Все. Погнало. Итак. 153 комментариев. То есть, надо было достаточно только ссылку. Ну, теперь я буду знать хоть как это работает. Вот. Ильдар, Ильдар. Мне повезет, надеюсь. Да, Ильдар, тебе повезло. Ты получаешь колонку Huawei Honor. Я тебе... Либо ты мне напиши в Телеграме. Я попробую тебе здесь написать. А, нет. Мы же должны проверить. Я забыл совсем, что мы должны проверить. Я так рад был, что заработала. Вот. Надо проверить, что является подписчиком нашим. И все. И можно будет получать колонку. Я не знаю, тут можно тебе написать. О, у тебя тоже распаковки какой-то. Или что? Мега брак. Вот. Один подписчик у тебя. Ну, красавчик. Да, я подпишусь на тебя. Итак. У нас надо посмотреть плейлисты. Нет, не плейлисты. Каналы. Каналы нам надо посмотреть. О, кстати, в понравившихся есть. Мы только что проверили в плейлистах. И посмотреть. Вот у нас Китай. Goodbye. Ну, все. Красавчик. Ильдар, Ильдар. Поздравляю тебя. Давай я посмотрю, где тут можно с тобой связаться. Попробую через Google Plus с тобой связаться. Если нет, напиши в Telegram чате China Goodbye чат. Либо лично мне в Telegram напиши. И мы с тобой договоримся, как тебе приз твой вручить. Записи нет. А как тут можно написать тебе? В общем, в любом случае я разберусь. Давай сохраним твою учеточку. Все получилось. Ты у нас колоночку получаешь. Вот. Если не трудно, отпишитесь потом, когда получите призы. Вот. И я это размещу в канале в Facebook, в канале в ВКонтакте. Вот. В принципе, вот так. Если есть Макс Ливер. Блин, друг, а ты из Украины или из России? Или, может, из Беларуси. У нас тоже белорусы есть. Я смотрел. Украина. Ну, отлично. И давай я тебе подарю вот этот вот браслетик. Сейчас, секунду. Вот этот вот браслет из GD, из обзора как раз недавно был. Давай я тебе подарю его и подарю что-нибудь, распечатаю еще на 3D принтере интересную какую-то вещь. А ты сфотографируешь, напишешь отзыв свой там в любой социальной сети и пришлешь мне, что ты получил. Договорились? Ты просто такой активный был, ну, самый активист я смотрю и под видосами, и здесь активничаешь. Подходит такой вариант решения вопроса. Все, я тебе напишу тогда лично или напиши мне в Телеграме, как сейчас, вот напиши в Телеграме, как тебя найти, либо ссылку на ВКонтакте или Фейсбуке, как с тобой связаться. Потому что, я думаю, в канале у тебя в описании нет адреса, как связаться. Напиши сейчас, пожалуйста, и я тебе напишу, узнаю адрес и отправлю тебе твои призы. Или напиши, знаешь ли ты, как связаться со мной в Телеграме. Ну, лучше, чтобы ты указал ВКонтакте здесь, чтобы я уже не потом не проверял, ты, не ты. Вдруг кто-то другой напишет и скажет, что это ты. Ник в Телеге у тебя есть, допустим. Ладно, пока ты там реагируешь, я тебе скажу, ну, я всем расскажу еще, кто у нас тут участник. Всем спасибо за участие. Спасибо, что вы проявляете активность. Будем проводить розыгрыши. Сейчас я немного, небольшую паузу возьму, потому что есть планы в развитии канала. Там сайт немножко надо доделать. Немножко изменим канал, вид канала. То есть, немножко поразвиваем соцсети, так сказать. Вот, то есть, есть планы небольшие по развитию. О них вы о всех скоро узнаете. О всех доработках. Блин, забыл вообще. Ребята из Телеги, я вообще, извините. Капец. Ребята, я забыл совсем. Я уже конец, конец. И, блин, забыл совсем, что я хотел. Ребята из Телеги. Давайте я вам сейчас напишу. Подтягивайтесь в видос. Специально для вас сейчас будет часть. Вот. Я совсем забыл. Ну, я хотел делать приятно. То есть, у нас в Телеграме, как бы, да, в нашем чате есть, образовалась активная группа, да. То есть, ну, есть, конечно, попадают люди, у которых там, ну, отличные, там, обсуждения помогают и все. Но у нас там определенный критерий по Телеграме. Одно из правил – это не материться. И если ты ругнулся так, в общем, куда-то там, да, погода хреновая, то это еще куда не ушло. А если ты переходишь на личности, то ты банишься и там, и там. Так вот, у нас коллектив там собрался довольно-таки отличный и, ну, вообще, ребята, как бы, ну, классные ребята, которых я тоже хотел бы поблагодарить в новом году. Я совсем забыл об этом. Я долго сидел, выбирал, полдня выбирал людей, которых хотелось бы поблагодарить. Я не знал, как это сделать, да, там, с минимальным бюджетом, но хотелось поблагодарить, чтобы хоть чуть-чуть сделать приятное. Поэтому, смотрите, я выбрал людей, выбрал я их, сейчас покажу, выбрал я их с помощью Комбота. Он у нас следит за каналом, им можно посмотреть статистику канала, то есть, кто у нас там активно общается, кто у нас там, кто у нас неактивно общается, кто у нас там спамит и так далее и тому подобное. То есть, вот здесь статистика есть, вот у нас Александр Мартынов, Палыч, ну, я, само собой, главный флудер, Infinity, Евгения Ношин, Нодос, ну, в общем, вот этот вот список, который мы видим, он попал в этот список. И я сейчас расскажу, кому я решил поошлить. И я в прошлый раз, я там раздавал по 5 долларов на счета, но у меня трудности. То у кого-то украинские банки, у кого-то российские, и у меня в основном на одном счету деньги, у людей другие, мне приводилось конвертировать, перечислять. Я решил, я просто пополню телефон, это будет приятно для вас. Скоро у нас, я думаю, в течение января появится новая возможность, и для активных людей, которые делятся скидками, мы сможем отдельно таких людей благодарить. Вот, но об этом будет чуть позже. Но сейчас я хочу вот список людей. Палычи Дрюня ЮАК, привет тебе, я не знаю, присутствуешь ты на трансляции или нет, тебе особый привет, ты активный, молодец. Вот, и вам я закину по 300 рублей эквивалент, я не знаю, там Украина-Россия, поэтому эквивалент будет в рублях, я говорю, ну, а вам зачислю уже на телефон эквивалент, денег в вашей валюте зайдет. Вот, Роман Куликов, КИ-21Р, сегодня у нас там, я видел, в чате активно общался тоже. Андрей Ярошенко, Алексей, Денис, Николай Фролов, Владимир, Алекс Хекс, Руслан, Андрей Б, Гарри, Александр Джи, Каукай, Глеб Шарапов, Ивник Торалд, Евгений Аношин, Александр Мартынов, Нодус, или Нодис, не знаю, как правильно, прости, если неправильно, Александр Крэйзи Дед Ок, Плагрон, Евгений Кравцов, Джастэ Кэт и Инфинити ВИРН получают по 150 рублей. Палыч и Дрюня отмечены более по 300 рублей, то есть в два раза больше, в связи с тем, что они забрасывали много скидок, то есть интересных скидок, которые они нашли где-то в другом месте, просто поделились со всеми подписчиками, и эти скидки, естественно, перешли в канал, в основной канал. И вот у них плюсики рядом стоят, это количество скидок интересных, которые они сбросили за декабрь месяц, я подсчитывал за декабрь, вот, у остальных, у кого есть плюсики, это люди, которые тоже скидывали, вот в каком количестве, если один плюсик, то один раз скидывали какую-то, на остальные, которые вообще без плюсиков, это люди, которые активно общаются в чате, активно помогают, подсказывают и так далее, и тому подобное, то есть, итого мы, вот я посчитал, сколько это выйдет, это выйдет на 4200 рублей российских пополнений телефонов. Я надеюсь, такое вот поощрение вам подойдет, я всем лично напишу в Телеграме, сейчас после окончания трансляции, всем лично вам напишу, и мы договоримся, то есть, скинете мне номер телефона, и я вам пополню номер телефона. Ну, пока так, я надеюсь, это хоть я спрашивал в чате, говорят, что это ни о чем сумма, но, как минимум, должно быть минимум приятно, и, знаете, как начало года встретишь, так его и проведешь. То есть, я надеюсь, вам на протяжении всего года, спасибо вам большое, и поэтому я надеюсь, что на протяжении всего года вам будет вести не только у нас в канале, а и в других. Остальных, как бы, хотелось бы, конечно, всех там, да, поощрить и выделить какой-то там, не знаю, то есть, сделать какой-нибудь подарок, но получается пока так, я надеюсь, никто не обидится, что там, да, там мелочь на телефон бросаю. Вот, поэтому всех с Новым Годом, с праздниками, с наступающим старым Новым Годом. Вот, все, давайте сейчас посмотрим у нас. Макс Виннер, Макс Виннер так и не написал, ну, ладно, напиши мне тогда в твоей Телеграме, Android for Max у меня там, да, то есть, либо в чате напиши, и я с тобой выйду на связь, и тогда состыкуемся, как тебе отправить твои призы, которые ты выиграл. Вот, ну, на этом у меня все, если у вас, давайте, я почитаю комментарии. О, Эльдар, Эльдар, да, ты выиграл колонку, это точно, все правильно. Вот, мне нужны будет, эту колонку я буду заказывать прямо с магазина на твой адрес, мне нужно будет с тобой связаться, чтобы ты мне прислал адрес, куда тебе ее отправить. Я прямо с магазина закажу, она тебе, когда мне вышлют трек, я тебе его перешлю, и ты будешь следить за ним. Когда получишь, просто отпишешься, чтобы получил, все окей. Алекс Федоров, да, действительно, коллектив лучший, мне кажется, я смотрел, что происходит в других чатах, там просто ваканалия происходит, вот, у нас отлично, и мне кажется, что правила, которые, кстати, отмечу, Алекс Хекс составлял кратко, у меня такое получилось полотно, огромное, а вот Алекс Хекс их сжал, вот, там, возможно, немножко, ну, один пунктик мы добавим какой-то, вот, там, не обсуждать, допустим, политику, религию, потому что из-за этого бывают проблемы, а, в принципе, в остальном все отлично у нас проходит, лояльно так, и все классно. Сяоми, большое спасибо тебе, что ты участвуешь с нами, Палыч, приз за флот, да, Палыч, отлично все, спасибо и вам, ребята, ну, вы лучшие, действительно лучшие, и спасибо вам огромное, это позволяет мне, как бы, понимать, что делаем доброе дело, и вы делаете доброе дело, потому что вы отвечаете, там, и бывает у меня вопросы возникают, и возникает, если у меня, допустим, кто-то спрашивает что-то, я советую всегда прийти в чат, потому что там, ну, если я вдруг не знаю какой-то ответ, я советую выйти в чат, потому что там абсолютно любые вопросы, и технические, и по китайским продуктам, и по остальному, то есть, ну, ребята всегда молодцы, помогайте. Кстати, я хочу сейчас еще сделать, и два видоса у меня выйдет, я еще не начал над ними работать, но вот записал, то есть в планах у меня выйдет, скорее всего, в январе, два видосика, хочу записать про свой отзыв о почтах, да, то есть о службах доставки, вот так вот, послушен недавно Мистэкспресс, вообще месяц надо мной издевается, и каждая посылка с боем забирается оттуда, вот, и раньше у меня в прошлом году была проблема такая с новой почтой, но они резко изменились тогда, я помню, такой был период, там, не знаю, полгода, наверное, который жесть была вообще с новой почтой, а потом все прошло, и все отлично, вот сейчас такое творится с Мистэкспрессом, вот, и хочу описать еще кратенькие отзывы о магазинах, с какими я проблемами, с каким магазином сталкивался, там, Алиэкспресс, Гербест, Банхут, Томтоп, где я чаще заказываю, где я меньше заказываю, где бывают чаще скидки, вот такой вот видос, я думаю, будет интересно посмотреть, поэтому подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, вот, в принципе, такое вот уже мы на 40 минут на целых набазарили, вот, поэтому, если вопросов нет, ребят, я вам, о, спасибо, Макс, сейчас проверю, посмотрю, всем сейчас напишу, теперь мне эту кучу подарков нужно раздарить, вот, в принципе, все, спасибо огромное вас, с Новым Годом, с праздниками со всеми, с наступающими, все, всем желаю удачи, хорошего дня, давайте на этом заканчиваем.